Добрый день, господа. Сегодня я хочу рассказать вам о моем опыте миграции на язык Go двух совершенно разных компаний, Lazada и Azon Travel. Первое, что хотел бы сказать, для вашего удобства, я выложил сайты, слайды на GitHub, поэтому если кому-то удобнее, можно всегда посмотреть их там. Днешка, компания Lazada, это компания, не очень известная на российском рынке, но на самом деле это очень такая значительная компания. Это крупнейший коммерс-проект в Юго-Восточной Азии. Он работает в шести странах, во Вьетнаме, в Филиппинах, Малайзии, Индонезии, Сингапуре. И в этих странах он является таким вот де-факто магазин номер один. У вас там четыре дата-центра, более двух тысяч серверов, и во время последней кампании мы обрабатывали более 10 тысяч запросов в секунду на наших бэкэндах. В настоящее время я работаю с CTO в компании Zon Travel. Конечно, компания не таких масштабов, но тоже, в принципе, довольно интересная с технической точки зрения проблема. Это самый известный и мы стараемся быть самым надежным продавцом авиа и жд-билетов на рынке. Согласить прожить и развиваться 9 лет на рынке, где каждый по какой-то тонисман кротится, это дорогого стоит. Собственно, я не буду фокусироваться на вопросе, почему Go. Вы все сюда пришли в выходной, в такую не самую лучшую погоду. Наверное, вам не нужно объяснять, что Go – это отличный язык. Поэтому просто скажу, что миграция на Go – это был выбор субъективный, и, как показал опыт, правильный выбор. Скажем так, вот этот доклад задумался как сравнение двух довольно разных оптов миграции этих компаний. Почему? Потому что Zon Travel – это такое огромное США-приложение, монолит, написанное 8-9 лет назад на технологиях, которые существовали в то время. Если сравнивать, вот, допустим, с тем монолитом, который был в Лазаде, он был написан на PHP и Zen Framework первым, можно сказать, что PHP монолит, C-Sharp монолит по своей структуре более правильный, что ли, более структурированный, более четкое разделение на модули. Ну и в силу того, что C-Sharp является языком с строгой типизацией, зависимости между модулями отследить гораздо легче. Это очень важно, когда ты рефакторишь систему без документации и, скажем, меняешь код, написанный людьми, которые давно уже здесь не работают. Из минусов C-Sharp приложения могу сказать, что там очень много приприлитарщины. То есть зачастую используются, скажем, кодировки, форматы данных, популярные только на .NET стеке. Например, Bond – это аналог протобав. Но за пределами .NET платформы он практически не используется. В ПШП приложениях, как правило, используются открытые форматы данных, но есть и исключения. Скажем, формат, в котором ПШП хранит сессии, попортил нам много крови в свое время. Еще одним минусом, скажем, C-Sharp монолита является то, что там очень широко используются хранимые процедуры. Зачастую большая часть бизнес-логики уезжает в хранимые процедуры, и они образуют такое привлажение в привлажении. То есть там через хранимые процедуры может отсылаться почта, SMS-ки, что, в принципе, как бы с базой данных не имеет ничего общего, но как бы это так. Подход, который используется в ПШП приложениях, как правило, более близок к микросервисному подходу. То есть там используются более простые структуры данных и более простые подходы. То есть в ПШП приложениях, скажем, база данных – это место, где данные просто хранятся. Ну и напоследок поговорим о людях. Просто, как правило, в основе любого успеха или неудачи лежат люди. Даже самыми как бы неудобными технологиями можешь сделать хорошие продукты, если люди, скажем, проходят к этому с головой и с желанием сделать что-то хорошее. ПШП программисты по своему уровню, они бывают очень разные. От профессионалов самого высокого уровня до таких вот а-ля ремесленников, которые пишут код за еду. Но, как правило, они не страдают снобизмом. Если ты предложишь ПШП программисту изучить что-то новое, он никогда не будет воспринимать это в штыки. Если говорить о США программистов, как правило, у них очень хорошая такая академическая подготовка. То есть они знают паттерны проектирования, знают, как спроектировать интерфейсы, как разбить бизнес-логику на модули. Но они, как правило, совершенно не задумываются, как это будет работать внутри. Просто вот годы работы на закрытой платформе, они приучили человека не думать вообще, как это работает внутри. Как правило, у тебя нет исходников, ты не можешь никогда посмотреть, как оно работает. Ну и последняя особенность, это, наверное, вот роль комьюнити на .NET платформе, скажем, и на том же Go или PHP, она очень разная. То есть, как правило, в .NET для любой проблемы есть одно решение, оно правильное, оно от Microsoft. Все остальное, как бы, это, ну, редко становится мейнстримом. Теперь немножко расскажу о том, как мы переводили лазад на GoLang. Собственно, я, там было много эпизодов, но я выбрал один, на самом деле, не самый типичный, потому что обычно на GoLang пишут какие-то бэкэнд вещи, но мы решили в лазаде написать фронт-энд на GoLang. Возможно, because we can, но, скажем так, мы еще меряли производительность, и нода, скажем так, с которой мы сравнивали, она была не самым быстрым игроком, скажем так, в этом конкурсе. Плюс к тому мы, скажем, не собирались сделать one-page application, нам нужно было только бэкэнд-рендеринг. Собственно, мы переписали фронт-энд лазады с PHP на GoLang, и результаты, они, скажем, даже нас о них приятно удивили. То есть у нас до этого было порядка 80 серверов, занято под именно этот компонент, стало 20. Плюс еще с запасом. Теперь немножко поговорим о типичных ошибках, которые подстерегают PHP-программистов, начавших писать на GoLang. Как правило, все PHP-приложения крутятся вокруг базы. И, собственно, когда ты начинаешь рефакторить Monolith, первое, что ты делаешь, подключаешься к MySQL-базе, чтобы вытащить какие-то данные. Собственно, когда ты начинаешь работать с базами в GoLang, очень важно понимать, когда создается подключение, когда оно закрывается, сколько вообще этих подключений, есть ли ограничения на максимальное количество. А если этого ограничения нет, то к чему это может привести? Просто MySQL-сервер не может поддерживать бесконечное количество подключений. Собственно, вот на этом слайде приведен такой очень простой код. Мы начинаем транзакцию, что-то там апдейтим, а потом незаметно начинаем использовать не объект транзакции, а объект DB. В PHP-приложениях, как правило, коннекторы бази данных – это такой синглтон. Ты можешь в любом месте кода сделать что-то getDB и дальше поехали отправлять запросы. И, собственно, вот эта вот привычка, она остается. То есть раньше у него там был какой-то синглтон с getDB, теперь у них есть db.exec, и человек пишет этот код, особенно если он в разных процедурах находится, и он недумевает, а почему это выполняется вне транзакции. То есть на самом деле db – это пул коннектов. Когда ты начинаешь транзакцию, ты просто берешь один коннект из этого пула, начинаешь эту транзакцию, и если ты хочешь, ты можешь взять второй коннект из пула и делать какие-то вещи вне транзакции. Ты можешь начать вторую транзакцию параллельно. Скажем, немножко эта парадима отличается довольно сильно от того, что люди видели в PHP. Ну и второй пример касается утечки соединений в базе данных. Представим мифическую табличку с пользователями. У них есть какие-то заказы. Мы выбираем пользователь, потом достаем заказы. Казалось бы, как бы все правильно. Что-то дальше с ними делаем. Но есть здесь одно но. Мы закрываем result set в dfr. То есть они фактически закрываются тогда, когда мы выходим из этой функции. К чему это приводит? Это приводит к тому, что каждый раз, когда мы выполняем query, мы достаем новый коннект из базы данных, потому что до тех пор, пока мы не закрыли result set, коннект не вернется в пул коннектов. Он не освободится. Если у тебя там 30 коннектов в пуле, то ты очень быстро можешь черпать их все. Зачастую это происходит в ночное время, когда ты совершенно не хочешь править код на продакшене. Но это жизнь как бы… Ну и напоследок просто в одном месте типичные ошибки при работе с dtb и sql. Это использование dfr внутри цикла, использование нескольких sqldb объектов. Как бы не все понимают, что sqldb это пул коннектов. Использование query не для чтения. То есть теоретически ты также можешь апдейтить данные через query, но этого делать очень не стоит. Ну и напоследок хотел бы порекомендовать эту вот книжку Ultimate Guide to Building Database-Driven Applications with Goal. Это open-source книжка. Вы можете скачать ее в PDF. Она написана ребятами из VividCortex. Я очень рекомендую ее прочитать каждому, кто начинает работать с Goal. Ну и, скажем, у меня еще есть довольно много материалов в моей профрагоне презентации. Я не стал целиком повторять, просто иначе я не умещусь ни в какие временные рамки. Если, скажем, вы переходите по шпинаков, возможно, вам стоит с этим ознакомиться. Ну и теперь поговорим о переходе с C-Sharp на Goal. Здесь, на самом деле, главная проблема моей была не техническая проблема, а такая модификационная. Когда ты говоришь C-Sharp программисту, а давай напишем это на Goal, он смотрит на тебя непонимающим взглядом и говорит, а зачем? Вот C-Sharp лучше из когда-либо запретенных языков на планете Земля, а ты предлагаешь не перейти на что-то, что даже не от Microsoft. В общем, здесь очень важно не использовать какой-то административный ресурс, а убедить людей. То есть, по сути, вам придется быть евангелистами Goal и показать ребятам, что на самом деле это не просто моя блажь, а это действительно инструмент, который может решить довольно многие проблемы малой кровью. Ну и вот если говорить о том, что не очевидно для C-Sharp программистов, которые начали писать на Goal. Представьте, у нас есть функция mutate slice. Как бы вызвал эту функцию C-Sharp программист? Просто передал тот слайс и все. Скажем, это очень очевидно для C-Sharp программиста, потому что все коллекции в C-Sharp это reference type. Reference type, как бы ты передаешь его по ссылке и ты не можешь даже передать его не по ссылке. То есть, что-то там делаешь с ним внутри, и ты знаешь, что это все как бы вернется. На самом деле в Goal slice это структура. Соответственно, как и все структуры, в Goal она передается по значению. Если когда ты с ней что-то сделал, там произошло перевыделение памяти, на которую указывает one save pointer, то когда ты вернешься, у тебя slice будет ссылаться на старый массив. Собственно, как бы изменения, которые ты там сделал, ты их не увидишь. В общем, это является таким большим шоком для людей, только начав программироваться на Goal. Что насчет maps, спросите вы? Ведь если почитать документацию Goal.ang, там нет такого термина, как reference type. Практически все, что есть в Goal, оно передается по значению. На самом деле map не исключение. Map объявлен как вот такая структура в Goal runtime. Довольно развесистая структура. И мы знаем, что при вызове функции, если передается структура, она копируется. Если так предположить, то вызов структуры, которые получают map, будет довольно неэффективным. Скажем так, там есть, скажем, оптимизация. То есть каждый раз, когда мы обращаемся к ключу мапы, компилятор транслирует это, вызовая функции mpacess, mpacess2 или mpacessi. И эта функция принимает именно указатель на структуру. То есть как бы за счет помощи компилятора делается такая небольшая оптимизация. Аналогичные дела обстоят и с каналами. То есть каналы – это такая же структура. И каждый раз, когда мы к ней обращаемся, мы на самом деле используем указатель на эту структуру. Теперь поговорим о проблеме с включением к msql. Мsql является стандартным де-факто, когда ты работаешь на dotnet stack. Фактически, если тебе нужно хранить какой-то SQL storage, то ты выбираешь msql. Если у тебя там нет требований, то это должен быть Oracle. Собственно, для повышения msql есть две библиотеки. Первая – это рекомендуемая. Она написана на Go, не имеет никаких бинарных зависимостей. Но у нее есть одна проблемка. Она не поддерживает возвращаемые параметры и сохранимые процедуры. Так называемый опыт парамс. Есть другой клиент, чуть менее рекомендуемый. Он имеет зависимость в виде FreeTDS в библиотеке. И, собственно, эта зависимость падает, если входные параметры хранимые процедуры являются алиасами. То есть она просто падает. Это, скажем, одна из прелестей работы с бинарными библиотеками в GoWeng. Я стараюсь любой ценой избежать зависимости от каких-то сишных бинарных библиотек. Собственно, как бы в нашем случае мы просто переписали немножко сохранимые процедуры для того, чтобы не использовать output параметры. Теперь поговорим о кодировках. Скажем так, в мире GoWeng стандартным де-факто является GRPC. Но за пределами GoWeng комьюнити оно, как правило, не очень так распространено. Собственно, как бы там есть клиент для C-Sharp. Но когда ты показываешь этот клиент разработчикам, они говорят, что этот код явно написан не C-Sharp программистами. Просто он нарушает как бы все принятые конвенции в мире .NET. И, скажем так, с одной стороны это работает, да, но желания тащить это в продакшн нет никакого. Но, скажем, пока у нас это работает в продакшне. Посмотрим, как оно проявит себя. На что еще постоянно жалуются люди, пришедшие в GoWeng из .NET, да и не только. Я думаю, здесь уже пару слайдов про это было. В общем, очень хочется такой клавиши. Другая, как бы, тема для, скажем, постоянных жалоб – это отсутствие дженериков. Раньше это был такой вот холиварный аспект. Ну, как бы, есть всегда темы, на которые люди любят по холиваре. Это была одна из них. Но когда ты переписываешь фрагмент на C-Sharp, использующий дженерики, и это, скажем, превращается в такую нетривиальную штуку на GoWeng, ты думаешь, ну, как бы, все ли правильно я делаю? Все-таки, как бы, инструмент должен решать проблемы, а не создавать их. Вот в этом аспекте, к сожалению, GoWeng пока не самое, как бы, хорошее решение для этих проблем. Также очень не хватает ребятам тернарных операторов, ну, и человеческих инумов. Есть некоторое количество сторонних библиотек, которые эмулируют работу с инумами, но если, допустим, пишешь сам либо, то таскать с собой еще одну стороннюю либо просто для того, чтобы пользоваться инумами по-человечески, наверное, не всегда приемлемо. Ну, и, как бы, хорошая новость, что вот по всем вот этим вот четырем пунктам есть проползу в GoW2 на улучшение, и они якобы приняты вот к рассмотрению. Но есть плохая новость, что в GoWeng2 нужно ждать еще долго. В принципе, все. Вопросы? Привет. Спасибо за доклад. У меня целых три вопроса, все небольшие. Первый. Ну, во-первых, что вы предлагаете делать с ошибками? Я заметил много, кто об этом говорит, но, насколько я осведомлен, я сам продакшен на Java не писал, но 3x app там блок рекомендованный. Это говорит о том, что в каждом слое, если у нас там суперархитектура, мы просто, нам необходимо обернуть ошибку в новое исключение и прокинуть ее дальше. Мы, на самом деле, делаем это то же самое. Например, мы можем не прокинуть ошибку, а просто залогировать ее, если мы там заинжектили себе логер. То есть, на самом деле, даже в C-sharp я почему-то уверен, что 3x app тоже блок рекомендованный, и мы от этого никуда не убежим. Поэтому мне не очень понятно, какие варианты еще, что с этим делать. Скажем так, первый, скажем, тот про позу, который есть касательно обработки ошибок в Гоэнге, я тоже, скажем, не совсем согласен с тем, что они предлагают именно в Гоэнг 2.0. Но это такая проблема, которую очень трудно решить идеально. С одной стороны, как бы всем C-sharp программистам известна проблема, когда exception используют не по назначению. Им просто нужно вернуться на низкий уровень наверх по стеку вызовов, они просто кидают exception и там, где-то сверху его ловят. Типа файл кончился, внештатная ситуация, мы возвращаемся. И зачастую это приводит к проблемам в самом приложении. Ну, конечно, как бы trackage, это намного приятнее, чем вот каждый раз писать if, year и так далее. Я понял. И второй вопрос по поводу слайсов. На самом деле не совсем верно. Да, слайсы являются структурой. У них одно из полей это pointer на сам слайс. Но идея в том, что они на самом деле могут быть мутабельными. Если их закинуть в функцию и при этом… В общем, append работает так, что он может либо просто добавить элемент в слайс, либо может его расширить. И когда он его расширяет, он его копирует. И за счет этого он становится неизменяемым, потому что мы уже обращаемся не к тому слайсу, которому передали. А если мы, например, закинем слайс и будем его именно мутировать, например, обращаться конкретно по индексу к какому-то элементу и изменять эти элементы, он действительно будет изменяться. Это важно понимать. То же самое работает и с мапой, а каналы это вообще сами по себе. Ну, такие структуры, там pointer, и не надо бояться их прокидывать, если нужно что-то синхронизировать. Нет, я согласен, что всегда можно взять указатель на слайс и прокинуть его. Можно, не знаю, надеяться на то, что она не перевыделится. Я говорю о том, что мы можем передать даже не по pointer слайс, и он будет изменяемым. Речь идет о том, что он по указателю, по ссылке передается слайс всегда. И когда capacity не превышает при append, то он в принципе туда и записывает в тот массив, на который ссылался. И либо если апдейт происходит, то тогда создается новый экземпляр, и pointer переуказывается, переназначается. Вот об этом. Ну, как вариант. Спасибо. И еще один вопрос у меня. Вы говорили о том, что не рекомендуется использовать два экземпляра SQLDB. Представим, что я пишу сервис, который является шиной между Postgres и Clickhouse. Насколько мы знаем, у них даже одинаковый драйвер в принципе подходит, они соблюдают один тот же протокол. Что мне делать? На самом деле я же могу создать два экземпляра, просто нужно помнить о том, что их нельзя… То есть контекст немножко не другой. Нужно… Наверное, вы немного другое имели в виду, да? Или я чего-то не понял? То есть давайте попробуем перефразить этот вопрос. У вас есть две базы данных, которые используют database SQL для подключения. Да. Я хочу создать два инстанса, чтобы они между собой общались. Смотрите, моя рекомендация была в том, чтобы понимать, что вы делаете. Если у вас, допустим, два инстанса MySQL разных, естественно, у вас будут два пола коннектов. Если у вас два разных субэдэй, естественно, у вас будет два разных инстанса SQLDB. Просто я к тому, чтобы не создавать пол коннектов без нужды, потому что это довольно тяжелая структура внутри себя, и как бы это не просто коннект. Понял. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Вот вы говорили то, что вы переписывали некоторые сервисы C-Sharp на Go. Вот мне непонятна причина вот этого. Когда вот переписывают сервисы, допустим, с PHP или Python на Go, там понятно, то есть Go, он как бы похож на Python, да, и как бы производительность в разы лучше. Ну, как бы тут эта причина понятна. А вот C-Sharp на Go переводить, вот эта вот причина, я, может, конечно, прослушал, но я так понимаю, производительность здесь не является такой основной причиной, потому что если по бенчмаркам посмотреть каким-нибудь, то видно, что Go, он, ну, чуть-чуть побыстрее, чем C-Sharp. Наверное, вы какими-то другими идеями руководствовались? Скажем так, на самом деле нет. Производительность – это одна из самых важных причин в данном решении. Объясню, как бы, Озон Тревел был написан где-то 8-9 лет назад на технологиях, которые существовали в то время. Это не приложение, написанное на Core. Первое. Второе, как бы, в принципе, как бы в любом инструменте можно написать хорошо, можно написать плохо. Это был пример того, как писать, наверное, не нужно. То есть проблема производительности – это было, как бы, наверное, решающим фактором. Второе, если вот посмотреть на специфику работы Тревелла, здесь очень много параллельной работы. То есть, по сути, мы получаем, допустим, в самом типовом случае запрос от пользователя, хочу лететь из Москвы в Париж на такие-то даты, что после этого происходит? После этого ты обращаешься к десяткам своих провайдеров, опрашиваешь их, получаешь результаты, все это мерджишь, обрабатываешь тайм-ауты, потому что ты не можешь заставить полицей или ждать по минутам. А, скажем, в авиаиндустрии у них своеобразные стандарты к времени отклика. То есть, допустим, время отклика в 3-5 секунд является нормой. Как бы в вебе это считается просто за гранью добра и зла. Для них считается, как бы, у нас авиация, как бы, у нас все нормы. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я вот как программист, который слезал с… Ну, я много подписал на шарпе, и вот мне нужно было что-то написать на го. И от вас прозвучало, что многим не нравится механизм обработки ошибок. И, в принципе, это же говорил, по сути, предыдущий докладчик. И, как бы, мне не совсем понятны аргументы. То есть, что программистам, допустим, тем же самым, которые писали на шарпе, не нравится? То есть, меня, допустим, это полностью устраивает. Может быть, я что-то не понимаю? Спасибо. Скажем так, не устраивает его многословность. То есть, если взять любой кусок, вот сколько ни демонстрировали исходного кода здесь на слайдах, везде вырезали обработку ошибок. Потому что вот одно действие, там, всегда плюс две строки, плюс две-три строки обработка ошибок. Вот, скажем, такой уровень, наверное, детализации обработки ошибок, он нужен не всегда. Кому-то хотелось бы, скажем, более синтактически приятной формы обработки ошибок. Тут ясно, что идеального решения здесь не будет, как и идеального синтакса, допустим, языка. Но, скажем, когда человек привыкал, что у него есть try-catch, а теперь ему нужно каждую ошибку отдельно обрабатывать, скажем, это не всегда, скажем, соответствует их ожиданиям. Спасибо большое за доклад. Такой вопрос. Вот мы когда пишем на PHP, особенно на последней версии, например, на седьмой, берем какой-нибудь фреймворк, Laravel, допустим, да, очень комфортный. Мы пишем код быстро, очень гибко, скажем так, у нас получается это делать, и практически обо всем за нас подумали. То есть мы его ставим и просто начинаем писать бизнес-клогику, делаем готовый проект. На Go, как правило, мы начинаем приложение собирать с нуля, и плюс бывает так, что как бы бьемся об стену каждый раз, когда сталкиваемся с чем-то, да, где, например, на PHP за нас подумали. И то есть насколько вот у вас замедлилась именно разработка данного приложения, когда вы перешли на Go? То есть понятно, что он дает прирост производительности, но вот скорость разработки. Смотрите, есть разные подходы, и многих людей, допустим, очень не устраивает этот факт, что за них подумали, потому что они могут подумать не так, как создатель фреймворка подумал за них. Если вы посмотрите на Go community, там нет таких вот больших фреймворков. Как правило, каждая библиотечка решает свою маленькую задачу. Тебе не нравится она, как бы возьмешь другую. То есть ты фактически в большинстве случаев делаешь не фреймворк, а такой скрач. Ты каждую библиотеку выбрал по своему вкусу, там связал какой-то обвязкой для инициализации и все. То есть ты, скажем, собрал себе сам фреймворк, который соответствует твоим ожиданиям, твоим подходам. А когда какой-то создатель, там, какого-то фреймворка за тебя решил, как тебе и что делать, ну это как бы не всегда устраивает, не соответствует требованиям бизнеса. Добрый день, спасибо за доклад. Все при упоминании Go любят упоминать, что Go язык достаточно молодой. На самом деле ему уже порядка десятка лет. И та же нода, я не знаю, развивается, мне кажется, гораздо быстрее. Go сообщество любит отторгать, я не знаю, все новые фичи, вот те же Define, которые в том году ввели. Сейчас, насколько я знаю, все-таки дженерики анонсировали, их собираются водить. И сообщество Go, не знаю, делится, как всегда, на два враждующих лагеря. Говорят, одни говорят, эта фича не нужна, одни говорят, нужна. И как вы думаете, сколько еще Go сообщества будет вот в таком подвешенном состоянии? Смотрите, я думаю, оно будет всегда в таком состоянии. Если вы читали обсуждение, когда вы предлагали пропозу по обработке ошибок, там столько руганий было. Опять же, про эти дженерики, как бы, очень много говорили. Это, скажем, с одной стороны, можно говорить о том, что не хватает единства, с другой стороны, я считаю, что это правильно, когда есть разные мнения, когда путем обсуждений, скажем, комьюнити само выбирает, как дальше двигаться. Хорошо, спасибо. Добрый день, Юрий, спасибо большое за доклад. Вы говорите, что мигрируете на Go с PHP, это Zend Framework 1, C-Sharp. Использование этих технологий подразумевает использование внедрения зависимости, инверсия контроля. И тут, внимание, вопрос. Как вы готовите это в Go? Можете, пожалуйста, поставить последнее предложение? Внимание, вопрос. Инверсия зависимости. А, инверсия зависимости. В Go также есть фреймворки, реализующие Dependency Injection. То есть, если ты хочешь использовать Dependency Injection, ты можешь использовать это в Go.